hello everyone you are on the fishing channel with diamond all year round my name is diamond всем приветствую на канале рыбалка с димоном круглый год меня зовут димон и в этом видео хотел бы поговорить о донных монтажах и рассказать какие из них в принципе самое лучшее частенько ребята спрашивали про донный монтаж какой выбрать а вот у меня монтаж будет ли на него ловится лещик и так далее и хотелось бы вам друзья поведать письмо очень полезную информацию о самих донных монтажах у донного монтажа есть три главных составляющие три первое он не должен отпугивать крупную рыбу потому что крупная рыба во первых она подозрительная и от этого она пугливая и поэтому когда на монтаже куча разного рода прибамбасов состоящих из верхушков железа всякого карабина заводных колец анти этих анти противозакручивателей то вероятность поимки леща резко резко уменьшается чем меньше всякого металлолома всяких анти закручивателей чем выше поимка леща само что лещ рыба пугливая и подозрительная у меня на канале достаточно большое количество донных монтажей видеороликов все они ведутся к одному и тому же они все простые и легкие в сборке не нужно забывать чем проще монтаж тем он лучше в работе он рабочий простой монтаж он самый самый рабочий допустим возьмем петлю гарнера которая состоит всего из двух петель первая под поводок вторая побольше под кормушку все можно соединить как кормушку так и поводок при помощи обычной затяжной петли это самое главное то есть не имея фактически никаких дополнительных металлолома дополнительного там типа вертюшков карабинов единственный как говорится вариант когда мы ставим все-таки вертюшок если создав петлю гарнера связав ее из лески вы решили присоединить поводок из плетенки вот тогда петля в петлю не пойдет чтобы приделать прицепить перекрутить привинтить и одеть в общем поводок из плетеного шнура придется одеть вертюшок потому что плетеный шнур просто порвет леску а если на петле гарнера который состоит из лески вы ставите поводок из лески то достаточно просто соединить петля в петлю там всего две петли и весь монтаж собирается буквально за несколько десятков секунд меньше чем за минуту две петли связали и все также на канале есть много достаточно других простых монтажей которые вяжутся в течение так сказать нескольких десятков секунд и второе основной и также очень главный фактор в случае потери самого монтажа мы его как говорится друзья должны быстро заменить и опять же для примера петля гарнера он же паттерностер да если вы его потеряли то две петельки связали в принципе вот вам все весь монтаж который вяжется буквально за несколько десятков секунд есть и другие монтажа которые также в случае потери если вы их потеряли где-то оборвали на двухом зацепе и все там осталось обреки вяжутся за несколько десятков секунд это второй главный фактор и третий главный фактор он должен легко трансформироваться то есть трансформироваться мы должны быстро поменять поводок или быстро также поменять кормушку опять же тот же паттерностер к примеру для сравнения привожу пример специально где соединение идет петля в петлю если у нас кормушка легкая и ее сносит она закреплялась при помощи затяжной петли просто затяжную петлю разжимаем сдергаем старую кормушку которая мало по течению ее уносит одеваем более тяжелую новую и все точно так же как и поводок если у вас поводок коротенький а течение довольно таки сильное то есть нам нужно поставить поводочек подлиннее опять же соединение идет петля в петлю раз петлю разжали сдернули если полностью лесочный монтаж и поводок и сам монтаж состоят из лески и все в принципе и также поставили уже более длинный поводок если течение сильно точно так же как и наоборот если поводок длинный нам надо поставить покороче опять же он подойдет поэтому друзья если вы сомневаетесь в том что а вот подойдет ли ваш монтаж и будет ли на него ловиться лечи посмотрите друзья внимательно на свой монтаж и чем меньше на нем разного рода причин дала состоящих из карабинов карабина с вертюшками них там заводных колец противозакручивателей и так далее и тому подобное чем меньше у него всего этого хлама тем другие выше поимка леща а если у вас на вашем монтаже куча разного металлолома из других причин дала поймите другой скажите простой монтаже на котором этих причин дала будет наименьшее количество либо не будет вообще и тогда гарантия что вы поймаете вещи будет составлять сто процентов ну там еще прикормка насадка погодные условия но все равно даже если все выровнять эти факты в одно когда будет благоприятная погода у вас будет куча насадок нормальная рабочая прикормка и нормальный монтаж который при приземлении не будет распугивать всю рыбу у меня даже новая тема для видеоролика возникла при создании вот этого знаете под каким названием сейчас меняться будете забросив этот монтаж в реку расплывается вся рыба монтаж состоял бы из кучи вертюшков корабельных заводных колец и противозакручивателей забрасывал реку и вся рыба в плыватку с мечом на дальний кордон вот оказывается тема поэтому никогда друзья не заморачивайтесь на каких-то таких сложных фидерных монтажах которых можно в ютюбе здесь кучу все найти и вам будет говорить о на этот монтаж легче прут и прут да он как только сверху вниз приземлился там все разбежалось в разную сторону чем меньше друзья запомните чем меньше на монтаже всякого рода хлама тем он намного уловесей и намного лучше вот такая друзья информация на этом все всем удачи всем пока своим был я димон не хвастаньте швимом на ваших рыбалках на вашем водоеме а если понравился пальчик вверх не понравился вниз хейдер пошел нафиг subscribe my friend to the channel so as not to miss new videos ищтарака садыки фил канати хата летофута макатиру фидью жадидатин i'm so depressed when i can't seem to get out but something deep inside won't let me quit i swear that i'm inspired by all this а